Доброго утра, вечера и ночи. Сразу вам, Давид. Приветствую. Доброго утра, Антон и Даша, директору Good Morning, если можно так выразить. Good Morning даже, я ему передам обязательно. Ну что, начнем с какого фронта, Антон? Начнем с Украинского фронта и поговорим о том, что происходит в Курской области. Давайте даже с Российского фронта начнем. Со всех сторон вижу заявление о том, что вооруженные силы Российской Федерации успешно контратакуют. Кто-то говорит, что от 25 до 40 процентов занятые ранее украинскими войсками территории уже освобождено российскими войсками. Называется много конкретных населенных пунктов, которые были освобождены. И, кроме того, Z-блогеры пишут, что все идет к тому, что клещи Леонидова малые локна для ВСУ захлопнутся и рискуют там украинские войска оказаться в полном окружении. Расскажите нам правду, Давид. Кое-что в плане правды, естественно, недоступно. Как всегда, чтобы делать выводы, необходимо, я бы сказал, так называемые видеопруфы, то есть доказательства с геолокацией. Тем не менее, очевидно, что продвижение российской армии есть. Если мы заглянем ретроспективно, посмотрим, то, в общем, мы не увидели то, чего ожидали очень многое. Накопление некой российской, ну, очень значительной группировки и некое генеральное непрекращающееся наступление. Наступление имело, началось некими, ну, я скажу, эпизодическими атаками, локальными атаками, но с определенными достаточно далеко идущими целями. И ряд этих атак в течение времени имели успех в плане продвижения. И сегодня достаточно очевидно, что территорию, значительную часть территории российская армия взяла под свой контроль. Испеть ни слова не выкинешь. Все упирается в задействованные ресурсы, подготовленные рубежи. Задействованные ресурсы – это и силы, собственный количественный фактор во всем, что касается задействованной пехоты, танкистов и так далее. Это, конечно же, количество боеприпасов, артиллерийских стволов и тому подобное. Так вот, если этого не задействовать в должных количествах, то оборонять, эффективно оборонять значительную территорию против превосходящего количественного врага достаточно проблематично. Даже если не совершать ошибок. И поэтому сегодня налицо соответствующий результат. Если тенденция не изменится, то достаточно скоро на повязке дня станет оставление. Все, в общем-то, достаточно очевидно. Оставление значительной части Курской области, а может быть и всей украинской армии. Вообще, я изначально, когда эта операция была реализована, ее первый этап, собственно, по занятию территорией, я все время задавался вопросом, у меня не было уверенного ответа. Намерены ли украинцы очень серьезно упираться и оборонять эту территорию, когда Россия, наконец, накопит группировку и начнет давить? По разного рода причинам. Чтобы успешно оборонять большую территорию, как я уже сказал, нужны и фортификационные сооружения, и значительные силы, и множество боеприпасов, в том числе самых ценных. Например, в начале операции и украинские военные об этом рассказывали, массово выделялись установки Хаймарс и боеприпасы для них. Естественно, этих установок и боеприпасов не хватало на других участках фронта. Так что вот этот вот момент, связанный с нехваткой сил на других участках, приоритетностью, он всегда оставался в уме, даже если заявления следовали несколько иного характера. И мы видим, что российская армия в Курской области продвигается, это очевидный факт. Если мы предположим, что ВСУ уходит из Курской области и вообще уходит с границ Российской Федерации, как вы полагаете, можем ли мы наблюдать хоть какой-то эффект от этого вторжения? Можем ли мы в конечном итоге, после того, как ВСУ выйдут и вот этот духоподъемный эффект, соответственно, нивелируется, увидеть, что полезного для себя ВСУ этим сделало? Полезность заключается в целом ряде аспектов. В тот момент, когда противнику, например, удалось нанести серьезные потери в начале операции, в ходе наступления. Это, в общем-то, достаточно очевидный факт, в том числе взято в плен. Было немало российских солдат единовременно, что привело к обмену. Эффект информационный, медийный эффект, духоподъемный. Подъем мораль собственного общества и собственных солдат, даже если это продолжается не два года, а два месяца, это очень и очень немало. Это публичное... Когда они выйдут из Курской области, это будет откатом в плане морального подъема? Это будет моральная яма? Я не уверен, что это так. Я совсем не то, что не уверен. Я уверен, что именно моральной ямы быть не должно. Но никто не говорил, что Курскую область будут удерживать до последнего солдата или что-то в этом роде. Если отступление... Мы сейчас рассуждаем гипотетически, я не знаю, может быть, украинцы намерены еще дать очень серьезный и упорный бой в Курской области. Этого абсолютно нельзя исключать. Если отступление носит упорядоченный характер, без значительных потерь, то никаких причин... Это не оставляется своя территория и не собственные города. Нет причин считать, что это какое-то поражение или что это какая-то особенная трагедия. Поэтому на тот момент те или иные задачи были выполнены. Все упирается, кстати, как бы мы не оценивали действия чьи-то, все упирается в замыслы. Если некая была... Украинцы долго готовили эту операцию. Она не была спонтанной. Это не был какой-то неожиданный ответ. Были разного рода ожидания и были некие задачи минимум. Задачи минимум с военной точки зрения нанести поражение тем или иным частям российской армии, продвинуться, дать вот этот информационный и моральный эффект. Наконец, отвлечь российские силы от тех или иных других участков фронта, но и при этом отвлекая собственные. И вот здесь я не знаю, какой был именно расчет. Надежда украинцев могла быть такая, что они снимут самого главного направления и побегут. Надо срочно освобождать Курскую область прямо на второй день. Если такой расчет был, этот расчет был абсолютно неверный. Надежды имеют право быть на существование, но части снимали с определенных участков фронта. Возможно, это возымел эффект. Боеприпасы, авиация была отвлечена. В общем, здесь важно знать, какие точно были замыслы. Мы этого не можем знать. Эффект, с одной стороны, был недостаточно серьезный. Он стрепенул и общество украинское, вызвал энтузиазм и в Европе, и среди партнеров Украины. Во всем, что касается возможности и способности украинцев наносить неожиданные удары и наносить России локальные поражения. В плане наступления российской армии на Донбассе оно продолжалось. И, конечно же, возникает вопрос, а стоило ли это с точки зрения военной, с точки зрения обороны Донбасса и Амедопокровской направления. Все неоднозначно, естественно. Более того, точка в этой операции еще не поставлена. Однако, важно понять, украинская власть, украинское командование здесь делали осознанный выбор. Это был сложный выбор, насколько я понимаю. Это рискованная игра, потому что вначале был очевидный успех. А вот чем дальше шла операция, тем больше были риски и, скажем так, определенная проблематика. То есть ресурсы отвлекаются, а в других местах дела идут, в общем-то, неважно. Так что мы еще не можем делать окончательные выводы. Неоднозначность в этой операции с точки зрения использования ресурсов присутствовала всегда. Это надо понимать. Но можем ли мы сейчас говорить о том, что ВСУ терпит поражение на территории Курской области? Поражение с точки зрения военной, безусловно, говорить рано. И если армия опорядоченно отступает с того места, которое не намерены были держать до победного конца, что называется, и до полного, то говорить о поражении было бы неправильно. С военной точки зрения поражение – это некая ситуация, которая достаточно очевидна. То есть когда в беспорядке отступают войска, понесли тяжелые потери, возможно, окружены или даже уничтожены. С точки зрения удержания территории, а затем отступления ее, само по себе это не является поражением. Важны сопутствующие обстоятельства. Окей, тогда я предлагаю переместиться в Харьковскую область и поговорить о Купянском направлении, где власти объявили эвакуацию. Что происходит там? Почему сейчас потребовалась срочная эвакуация на Купянском направлении? Ну, на мой взгляд, вообще, в принципе, в прифронтовых на зеленых пунктах и городах, насколько прифронтовых по километражу это уже решать другим, в принципе, очень желательно эвакуация населения, несмотря на всю сложность такой ситуации, потому что, во-первых, гражданские подвергаются опасности, это очевидно, во-вторых, они мешают наличию гражданских, создают серьезные помехи для реализации эффективной обороны. Это два важных аспекта. Однако, в странах, где режим не тоталитарный, не авторитарный, устроить насильственную эвакуацию не так просто, хотя есть, конечно же, инструменты. Так вот, на мой взгляд, необходимо это было сделать и раньше, и не только в Купинске, несмотря на то, что людям очень непросто покинуть свои дома, а государству нужно как-то их содержать и им помогать. Ситуация просто, ситуация носит напряженный характер, в какой-то мере она потихоньку ухудшается, и мы прекрасно видим на карте, что происходит. С одной стороны, российская армия пытается приблизиться к саму Купинску, и главное, выйти к берегу реки Оскол, в одном из мест, где мы видим, как раз это почти произошло, и, соответственно, это намерение никуда не делись во всем, что касается всего протяженности, всей протяженности реки Оскол, и конкретно Купинск узловой, это левобережная часть, это левобережная часть города. Когда война близко, необходимо принимать меры, и то, что мы слышали, это как раз такая мера и есть, и в целом ситуация здесь достаточно тревожная для украинской армии. С другой стороны, подобного это наступление носит очень многомесячный характер, и продвижение здесь крайне медленное. Здесь мы видим пример в общем и целом эффективной обороны, за редким исключением, когда российской армии на фоне тяжелых потерь удается продвинуться очень немного за продолжительное время. Но сегодня российская армия уже возле реки Оскол, по крайней мере на одном участке, фактически ракадная дорога, идущая вдоль дороги, вдоль реки, по сути перерезана, это осложняет, конечно же, логистику. И вообще вся эта территория на берегу, на левом берегу реки Оскол является целью российской армии давным-давно, и она под угрозой, безусловно. Как всегда, это я не устаю повторять, очень многое зависит от тех резервов, которые украинцы способны задействовать, и которые наступающая страна способна задействовать. Давид, а если тут слышу, что российские войска не очень продвигаются, а если посмотреть на то место, где они продвигаются сильнее всего, то какое бы место вы назвали? Дело иногда не в том, где сильнее всего, а можно посмотреть день-два последних, вот, например, из сообщения то ли захвате то ли иной деревни или километра, на мой взгляд, стоит смотреть на наиболее важные на данный момент направления. В принципе, Покровское направление в целом, если широко его рассматривать, оно остаётся наиболее важным, но я бы особое внимание обратил на город Курахово, и неважно, быстрее там, в последний день-два кто-то двигался или медленнее, или вообще не было продвижения, после захвата Угледара, и с учётом того, что на Курахово идёт наступление из других сторон, то есть из севера, из северо-востока, это важный очень, это важный центр. В отличие от конкретно Угледара, это очень важный населённый пункт во всех отношениях. Вот это одно из важнейших и наиболее опасных и проблематичных направлений. А так, конечно же, и Покров, которому очень близки, и даже Часов Яр, в котором было недавно определённое продвижение с точки зрения российской армии, не в самом, может быть, городе, а с точки зрения его охвата с флангов. Вообще, захват городов в лоб, как показывает эта война, дело очень неблагодарное, это, мягко говоря, и наоборот. Если удаётся обойти города, которые являются узлами обороны с флангов, ситуация значительно облегчается, и то, что не получается с Часовым Яром в течение уже очень-очень многих месяцев в лоб, пытаются как-то осуществить, именно обойдя город. И мы видим активизацию российской армии именно в этом плане. Давид, ещё общий вопрос, если позволить. Мы в пятницу разговаривали с украинским экспертом, и, честно говоря, касательно общего итога этой войны, ожидания очень пессимистические. Ну, и турне Зеленского не принесло особых результатов, и Шольц периодически заявляет о том, что тяжёлую технику он передавать больше не будет, а если не заявляет он, то заявляют международные здания. И как вы полагаете, сохраняется ещё надежда на победу Украины в этой войне? Для начала, безусловно, во-первых, надежда сохраняется и должна сохраняться, как бы там ни было. И мы знаем в истории немало примеров, когда более слабая сторона побеждала, более того, даже побеждала, даже не победив на поле боя. Что касается украинцев, то они, с одной стороны, должны принимать ради достижения победы более, скажем так, оптимальные решения. Это, касается, использование кадров, использование человеческого ресурса, в большей степени перехода на военные рельсы украинской экономики и, естественно, важнейшие составляющие. То есть, есть украинская составляющая, здесь желательно достигать оптимальных показателей, что есть не всегда. И, конечно же, составляющая, касающаяся западной помощи. Если Запад будет оказывать достаточную военную помощь, достаточную и более чем достаточную военную помощь, а это по силам Западу, в первую очередь, если Соединенные Штаты действуют так, как надо, то нет причин считать, почему бы у Украины не было запаса стратегической прочности, возможности достаточно эффективно обороняться, а там, чем черти шутит, и предпринять те или иные наступательные действия. Но, как я уже говорил, здесь многое зависит от украинской власти, украинского командования, во всем, что касается ряда направлений, и, конечно же, упирается очень многое в западную помощь. Так что здесь проявлять откровенный пессимизм было бы неправильно, хотя причин для откровенного оптимизма, вот такого необоснованного, тоже нет. Очень многое решится после выборов президента США, когда ситуация начнет либо сразу, либо несколько позже проясняться, в зависимости от того, какой кандидат победит. Тут, конечно, Даша, я бы еще отдельно подискутировал, что считать победой, о какой победе мы говорим, военная победа, дипломатия. А, вот, думаю, что это невозможно, да. Безусловно, определение, это очень важно, когда мы говорим, очень важно определиться с терминологией. Например, на мой взгляд, Россия, например, когда Россия начинала войну, она ставила перед собой цели, по сути, ликвидации украинского государства. Ну, может быть, там формальные нет, но по факту да. И, например, Россия не то, что не достигла этих целей, она по-прежнему от них далеко, эти цели, что называется, на краю света. И потому, даже если Россия как-то завершает войну с захваченной украинской территорией, даже значительной, с точки зрения изначально поставленных целей, Украина сохраняла свою государственность, а Россия, причем на большей части своей территории, это я сейчас гипотетически рассуждаю, а Россия абсолютно оказалась очень далека от поставленных изначально целей, хоть и которые не были озвучены. Поэтому определение, победа и поражение, понятие скользкое, и здесь есть разные критерии. Перейдем, наверное, к другому фронту, хотя от России все равно отойти, к сожалению, не удастся. Израильские военные нашли российское оружие в бункере Хизбаллы на юге Ливана. Об этом сообщает заместитель главреда Бильд, который побывал в захваченной цехал-деревне на юге Ливана. Отдельный вопрос, как случился этот доступ. Нашли там оружие, ракеты, систему подземных туннелей террористов на глубине 8 метров, входы в которые находятся в жилых домах, как это давно и традиционно устроено в Хизбалле в том числе. Как, по-вашему, насколько объемно обеспечение российским оружием Хизбаллы? У России что, так много оружия, что она начала раздавать его своим друзьям? На самом деле, мне и близко нет причин отбеливать Россию, однако пока нет оснований считать, что Россия напрямую передавала Хизбалле оружие. Тем не менее, уже много лет, можно сказать, два десятилетия, да что там, больше, Хизбалла получает российское оружие, можно так сказать, с молчаливого согласия России, либо без препятствий со стороны России. Как она его получает? Оружие продается или передается Ирану и Сирии, а те передают его Хизбалле, а Россия, несмотря на то, что неоднократно получала от Израиля просьбы и предупреждения о том, что такой процесс происходит, мер, которые призваны предотвратить такого рода передачу оружия, не предпринимала существенно. Хотя у России есть очень серьезные рычаги влияния на режим Асада, и кое-где даже на Иран. Тем не менее, оружие оказывалось российское и даже в секторе газа, но и тем более у Хизбаллы. Ярким примером, конечно же, являются противотанковые ракетные комплексы «Корнет», которые еще в 206 году дебютировали в нашем регионе. Сирийская армия откровенно передала Хизбалле то, что куплено было в России. Более того, в свое время тогда еще Россия возмутительным образом отрицала очевидное, то есть когда из Израиля последовали обвинения в использовании российского оружия, отрицалось это буквально в смысле, хотя все прекрасно знали, черное называлось белыми, и только предъявление накладных и ящиков, и фотографий с надписью «Тула» и тому подобное, со всеми соответствующими документами, заставило кое-кого замолчать. С другой стороны, Израиль, желая решить эти проблемы кулуарно, не стал продолжать публичные обвинения. Так что все с российским оружием у Хизбаллы неплохо. Более того, израильская разведка давным-давно исходит из положения, из-под «Тулата», что все, что есть у сирийцев и иранцев, иранского иного происхождения, конечно же, российского, есть у Хизбаллы, включая не только те ракеты или стрелковку российского производства и советского, найденные в бункере, в многочисленных бункерах Хизбаллы в Южном Ливане, но и системы ПВО, и системы даже противокорабельные ракеты. Например, я имею в виду отдельные «Буки», «Панцири» и системы противокорабельные «Бастион», то есть использующие ракет «Оникс» и «Яхон», считают, что все это Хизбалле передано, или даже не считают, а знают. Так что вот такие вот отношения. Ну и кроме того, важно напомнить, что во время Сирийской войны гражданской, с момента начала активного участия России в войне в 2015 году, Хизбалла активно вступила в войну в 2013 году, и с 2015 года продолжала до 2015 года. Была одна из опор режима и помогла ему выстоять. С 2015 года она была самой отборной силой, действующей на стороне Асада, на сухопуте, и часто очень действовала плечом к плечу с российскими военными. Есть даже кадры и фото с тех времен, где российские военные одевают на себя падчики Сбалы, есть кадры такого братания и взаимного приятного времяпровождения у костра. Так что все эти отношения, все эти расклады отнюдь не в новинку. Спасибо большое за подключение. Давид Шарп, военный эксперт, был у нас на связи. Благодарим. До свидания. Спасибо и всего наилучшего. Космический уход Давида Шарпа на ваших экранах. Ну а тем, кто слушает нас в приложениях, радиоприложениях, те, кто слушает нас в Эхо, те, кто слушает нас в ТБС-радио, те, кто слушает нас в подкастах, всем передаю большой привет. Зайдите и подпишитесь уже на наш YouTube-канал. У вас есть уникальнейшая возможность стать 53-тысячным подписчиком с 52 900. Это значит, что вы можете стать той самой круглой датой, ну или почти круглой датой для нас. Кроме того, не забудьте, пожалуйста, поддерживать нас лайками, комментариями, ну и донатами, конечно, тоже.